Гуляя по осенним улицам, очень легко замерзнуть, но чтобы согреться, достаточно зайти в кафешку и перекусить. И тут мне стало интересно, есть ли в красноярских кафе такие блюда, которые будут одновременно и вкусные, и согревающие. Давайте узнаем прямо сейчас. Ох, мы пришли в кафе, обзавелись осенним меню, и сейчас выберем себе что-нибудь потеплее, ну и, конечно, что-нибудь повкуснее. Спасибо большое. И вкуснятина. Начнем согреваться. Первым делом начнем, как говорится, по правилам салатика. У нас здесь теплый салат с картофелем и беконом. Ну, сейчас попробуем, насколько он вкусный и насколько он теплый. Ну, конечно, помимо картофеля и бекона, здесь есть еще малосольные огурчики, помидорчики, листья салата. И, кстати, малосольные огурчики придают здесь особую пикантность. И если вы не очень предпочитаете блюда с такой кислинкой, то, пожалуй, это не ваш выбор. В остальном случаях, как по мне, очень вкусный салат. Ну, если прям выдавать оценку, то за вкус этому салату я поставлю 5 баллов из 5. Он оригинальный, своеобразный и достаточно вкусный. А вот по поводу, согрел ли он меня, если честно, не очень. Даже несмотря на то, что он называется теплым. Так что по согреванию ему троечка. Теплые салаты – распространенное блюдо в осенних и зимних меню кафе. Салаты подаются горячими, ингредиенты готовятся на гриле или в духовке. Заправляются соевыми соусами или соусами на основе уксуса. Плюс острые специи. Получаем согревающий эффект, но на меня не подействовало. Следующий после салата на очереди у нас суп. Он не обычный суп, а осенний крем-суп из тыквы и с сухариками. Есть одна проблема. Я не люблю тыкву. Я сейчас не знаю, как я буду есть этот суп, но я надеюсь, что он мне понравится. Но тыкву я не люблю. Мне салат больше понравился, поэтому по вкусу я этому супу чисто субъективно поставлю 4 с плюсом. А вот по теплоте все 5 баллов. Он очень хорошо согревает. И, кстати, заряжает позитивными эмоциями, потому что он такой яркий, желтенький, как солнышко. Тыквенный суп – именно осеннее блюдо. В это время – самый урожай тыквы. В сочетании со сливками этот овощ дает согревающий эффект. Часто в такой суп добавляют карри и другие специи, которые усиливают кровообращение. И человеку становится теплее. На столе у нас гречневая соба с тыквой и индейкой. На самом деле, до этого момента я не знал, что такое соба. Оказалось, что это лапшичка. Это мой абсолютный фаворит пока. Тут есть все, что я люблю. Запеченные овощи, индейка и вкусная лапшичка. Но есть один минус. Тут есть тыква. Но я же ее могу отодвинуть и есть. Ничего страшного. Блюдо очень вкусное. Очень, как по мне, так вообще шикарное. И из-за того, что оно горячее, оно очень вас согреет. Костян, хочешь? Нормально камерой помаши. Хочешь? Да. Я за кадром с оператором своим поделюсь. Что, ну да? В кадре-то единоличник. Лапша с овощами и мясом – то, что нужно для холодной осени. Сложные углеводы ускоряют обмен веществ, а белок дает силы на переработку пищи. Результат – человек сытый, теплый и довольный. Вот, друзья, мы выяснили, что в красноярских заведениях есть блюда, которые вы сможете отведать и не только насладиться вкусной едой, но еще и согреться этими блюдами. А сегодня согревались Андрей Гривов, Константин Фролов. Смотрите утро на Енисей и не мерзните. Все, Кость, пойдем гулять. Пойдем, пойдем. В смысле нет? Ай, ладно, пойдем, я еще хочу посидеть. Кофе закажем. Кофе. Сейчас закажем кофе.